Мама миловидной девочки Танечки по национальности была русской. Этой женщине было сложно выполнять свои материнские обязанности. Ведь все свободное время она тратила на употребление горячительных напитков и безн пиэвэси тэвэ иное поведение, а не воспитание своих крох. Всего у нее было пятеро детей разного возраста. Почему Мария решила избавить сия имена от пятилетней Танюши? Женщина просто привела малышку в цыганский табор и оставила ее цыганкам. Свой поступок она оправдывала тем, что у нее нет возможности прокормить Таню. В те времена многим семьям было сложно содержать своих наследников, особенно таким лекомысленным личностям, как Мария. Скани были шокированы поведением такой матери. Они впервые столкнулись с подобной ситуацией, но не отказались от ребенка. Девочку приняла в свою семью цыганка Лала. Сначала Танюша очень плакала и скучала по своим родным. Но постепенно ребенок привык. Спустя год девочка уже не вспоминала о своей прежней жизни, а весело играла с цыганскими детьми. В таборе Танюша выросла и провела свою юность. Ее все очень любили и не обращали внимания на типичную европейскую внешность девушки. Сейчас Тане 27 лет. Она не собирается покидать цыганский табор, ведь выросла в нем. Цыган она считает своей настоящей семьей и соблюдает их традиции. К своей матери у Тани сейчас нет никаких чувств. Она не хочет видеть Марию. А вот вновь встретить братьев и сестер девочки очень бы хотелось. Уже 22 года девочка не видела своих кровных родственников. Вот так сложилась судьба русской девушки, которую родная мать сама отдала цыганам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова